И сегодня открыли гуманитарный коридор в Запорожье. По нему пытались выехать жители Мелитополя, однако оккупанты заблокировали им путь. Тем не менее, в областном центре ждут людей из Токмака и Орехова. Накануне из Мариупольского ада смогли выбраться 156 человек. Они добирались до областного центра трое суток, пройдя сквозь фильтрационные лагеря на неподконтрольной Украине территории. О том, удалось ли жителям горячих точек добраться до Запорожья, мы сейчас узнаем. С нами на связи наш корреспондент Сергей Вендин. Сергей, здравствуй. Добрый вечер, коллеги. Мы снова находимся в том месте, где встречают людей, которые пытаются покинуть оккупированные территории Запорожской области. Как видите, за моей спиной пусто. Автобусы еще не доехали. Эвакуация сегодня началась в 8 часов утра. Первые автобусы должны были выехать из Мариуполя в это время. Около 10 часов утра они уже должны были быть в Бердянске. Однако, в течение дня поступила информация от министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирины Верещук, что немного задерживается колонна в дороге и автобусы должны были быть поданы в 11.30. Также эта колонна должна была проехать и забрать по пути пассажиров из Токмака и Васильевки. Однако, где сейчас находятся эти автобусы, смогли ли люди в них сесть, на данный момент информации нет. Точно известно, что колонна движется. Приблизительно это должно быть от 7 до 10 автобусов. Время прибытия в Запорожье пока неизвестно. Коллеги? Сереж, раньше была информация от Александра Старуха о том, что уже порядка 60% территории Запорожской области оккупированы. Расскажи, пожалуйста, сейчас о настроениях в самом Запорожье и в тех населенных пунктах, которые находятся дальше от зоны боевых действий. Идет ли эвакуация из города? Уезжают ли люди? Есть ли проблемы с продовольствием? В самом Запорожье никаких проблем с продовольствием нет. То есть базовый набор можно найти абсолютно в любом супермаркете. Также сейчас уже стало полегче с таблетками. Можно найти весь перечень. Из города сами запорожцы особо сильно не стремятся уезжать. В основном это те, кто уезжает из Запорожья, это жители оккупированных территорий, которые едут дальше на западную Украину, спасаясь от обстрелов. Больше добавить как бы нечего. Спасибо большое. Напомню нашим зрителям, что с нами был журналист из Запорожья Сергей Вендин.